Добрый день, друзья! Доброе утро! Железов на проводе. Это Сибирь. Скоро я вам в течение этого фильма или еще одной-двух серии. Покажу вам свой сад. Примерно это будет так выглядеть. Примерно. Но чуть позже я вас хочу заинтриговать. А, вот смотрите. Я вас хочу заинтриговать. Это старое фото. Это моя деятельность такая очень скромная. Вот. Это Сибирь. Этого не может быть никогда. Видите? Вот. А, чтобы этого достичь, нужны определенные правила, которые я создал себе сам. И я вынужден вас отправить вначале на рынок. Давайте вместе посмотрим. Дело в том, что у нас два пути. Первый. Это очень важный момент. Это мои фактические обвинения в адрес Минсельхоза, Министерства сельского хозяйства. Вот. Попутно достанется еще и ученым и прочим этим деятелям. Вот. Которые широко раскинули свои лапы. И вот они. Вот. Большинство у вас садоводов, 99 процентов, они ничего не понимают. И искренне думают, что когда они купят вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот. Они искренне думают, что они вырастят сад. Никогда. Вот. Это получается безнадега именно дачного садоводства, дачного движения. Вот. И причина мошенничества одних и невежества других. Вот. Представляете, любой этот саженец умрет, будучи посажен у вас. Даже не сомневайтесь. И вам можно было бы любой из этих спасти, если отрезать 90 процентов кроны и выкинуть эту верхнюю часть. То, что я говорю, многие воспринимают, вот это прямо как ересь какой-то. А на самом деле, это правда единственный способ спасения. Так вот, вторая ипостась, это промышленное производство саженца. Вот. И почему бы и нет? Юг России, вот. Но там есть свои проблемы. Допустим, рано проснулся дерево, потом мороз, его нету, урожая нету. Вот. И, тем не менее, ладно бы, если бы этим занимались настоящие профессионалы. Мы сейчас с вами будем раскрывать это все. Про дачное я много говорил, еще расскажу. А пока я только скажу одно. Видите, что творится, если брать в целом, да? Вот так вот сейчас вернемся обратно, вот сюда. Смотрите, везде практически зеленые деревья. Вот. Именно как раз-то их и нельзя. Как раз-то их-то и садить-то нельзя. Но мы сейчас с вами. Это продают вам для того, чтобы вы купили. Вот. А при этом, от того, что надо отрезать 90% кроны, вот смотрите, жимолость. Отвлекся сразу, беру и отвлекает. Вот. Ей главное корни. Все, что здесь растет, выше корней, оно плодносить не будет, оно загнется. А так отрезать оставить 10%. Вот. Корни кое-как выкормят, и смотришь, вкус еще будет спасен. Но это я опять отвлекся. Это мое любимое занятие, отвлекаться. Вот. Давайте теперь посмотрим следующее. Вот это вот у меня есть особое. 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 Это мы далеко залезли. Особый канал. Вот. И мы с вами сейчас туда зайдем. Вот. Я хотел самые ценные фотографии свои показать, как надо научить работать Минсельхоз. Вы поверите, я железо-любитель, должен научить Минсельхоз. Вот. Но постепенно к этому придем. А начнем со следующего. Итак, на этом канале Северный Сад есть такая статья. Она не моя. Вот. Но когда вы начнете ее читать, вы поймете, насколько все и плохо, и хорошо. Вот. Почему плохо? Потому что ничего не умеют делать. Так? Ни мы, ни Белоруссия. Почему тут упоминается Белоруссия? Потому что это как бы пригород России, как как бы один из районов России. Я ничего не это самое. Я ничего не преувеличил. Вот. Это не национализм. Просто там наиболее удобные условия. Вот. Наиболее удобные условия для выращивания деревьев. Плодовых деревьев. Но, к сожалению, ничего у них не получается. Значит, смотрите. На программу развития производства возлагались большие надежды. Миллиарды рублей потрачены пустую. Почему? Яблоко с горьким привкусом. Это, наверное, название статьи. Она так размещена. Она размещена моим помощником. Он ведет этот канал Троценко Павел Николаевич. Так что не удивляйтесь. Сейчас, которые реализовывались в стране в 2004-2010 годах, возлагались большие надежды. Планировались полностью обеспечить яблоками собственный рынок, а излишек продавать на экспорт. Оууу. Какие планы. Однако планы не оправдались. Миллиарды рублей потрачены пустую. Почему? Вот. Так как статью размещал не я, а Павел Троценко, мой помощник, я только позже убедился, что речь идет о Белоруссии. А у меня с Белоруссией свои счеты. Я имею ввиду с минсельхозом. Да, у меня свои счеты. Давайте смотреть. Вот. Ситуация, разбираюсь, на примере Могилевской области. Здесь на закладку садов было потрачено почти 42 миллиарда рублей. Но это, видимо, белорусские рубли. Чтобы оценить масштаб вливания, вспомним. В то время доллар был эквивалентен 2,5-3 тысячи рублей. Да, это, видимо, белорусские рубли. В регионе заложили 4800 гектаров садов из запланированных пяти. Ого. Что имеем сейчас? Около тысячи гектаров уже списано. Деревья погибли. Вот. У меня не погибает ни одно. Еще столько же нуждается в медлительном ремонте. То есть еще тысячи гектаров. Надо выкапывать погибшие деревья, на их место сажать новое. Я бы не советовал на место погибших сажать новое. Вот. Есть объективные причины. Есть геопатогенная зона, о чем не только Минсельхоз, где работают простые советские люди. Я так уже утрирую. А наука этого не знает, что такое гиблые места, геопатогенная зона. А тут садить новое. И будут садить, и опять погибнут. Вот. Это случается довольно нередко. Это совсем не дешево. Денегу здесь нет. По подсчетам специалиста Комитета госконтроля Могилевской области 37% посаженных садов, можно сказать, пропало. Ой-ой-ой. Еду глянуть на погибшие сады. Рядом с конторой СПК Зарянский Славгородского района, еще в советских временах, стоит доска подсчета. Ух ты. На верху надпись. Дружинкам полей ферм. Не знаю, какие слова стоят. Дальше фрагмент отбит. Но с учетом нынешних реалий тире, я предложил бы считать минусом, после которого и сумма 500 миллионов рублей вместно поставить. Минус. Именно такие деньги были потрачены в закладку 100 гектаров сада. На настоящее время дожило лишь 15, а 65 гектаров погибло. Больно смотреть на огороженная сетка арабица, пустое поле, заросшее буряном. Еще 20 гектаров надо ремонтировать. Но по силам ли это хозяйство, у которого из-за долгого отключено электричество в конторе? Да. Из-за долгого отключено электричество. Да, много тут посадишь. Агроном Зарянского Катерина Куриленко помнит, как закладывался сад и без слез говорить не может. Внимание! Последние работы велись в октябре-декабре. На дворе снег, метель-мороз. Выкапывали ямки, саженцы присыпали землей и поливали. Вода сразу замерзала. Ну, вот вам оказывается, это настоящая статья. Это настоящие люди, агроном Куриленко. Вот видите, это все не случайно. Дальше. Никаких обязательств установили контролеры. Не брали на себя и хозяйство, получившее миллиарды рублей. Осваивали обязательные средства. А что получится? В итоге выходит, никого не волновало. Не видит. Ну, там осталась советская власть. Вы знаете, Белоруссия. Унивительно, что в большинстве случаев за садами нет и не было ухода. Знаете, я работал в скромной должности. Старший мастер очень... Ну, знаете, что такое нарезский никель? Знаете, он на слуху всегда. Там миллиарды. А я работал старшим мастером цеха электролиза никеля. Вот. И у меня была особая... Я же не зря имею это звание лучший рационализатор и изобретатель города Норильска. Изобретал, рационализировал. И получались лишние миллионы рублей только материалов. Ну, оборотный материал. А меня били, били, били. Вот. Их же надо же это самое... То есть, надо было исписывать. Я говорю, как я спешу? Они... Вот они. Вот они. Склад забитым. Это все мы наэкономили. В стране наэкономили. Миллионы. А мне говорят, сегодня мы покажем экономию. Сегодня у нас даже... Это по головке. Кстати, мы гроши получали за экономию. Ну, там премию 100 рублей, 200. Ну, за рационализацию там 300-500 рублей. А экономия была миллионы. Понимаете? Что такое социалистическое хозяйство плановое? Не смеет показывать. Как хочешь. Не надо было экономить. Вот. А завтра нам это... Возьмут и... Показатели расхода снизят. А потом у нас получится перерасход, и нас черту всех... Это... На каждую уволят. Вот это был социализм. Вот. Вот продолжаю я про... Там, где он еще остался. А то мы мечтаем о социализме, а на самом деле... Тут... Это... Мне еще один не нравится капитализм, и тот социализм мне не нравился, потому что столько уходило денег зря. Мы уже тогда могли жить не хуже Швейцарии и Германии еще в советское время. Так. Неудивительно, что большинство случаев за судами нет и не было ухода. Главный специалист КГК Могилевской области Антоний Нолодовский считает, что часть насаждений погибла из-за элементарного формализма. Некоторые сады закладываются в места, где делать этого нельзя в принципе. На песчаных почвах. Или вот еще пример. Сельхозпредприятие Вихра Стиславского района. Яблоки посадили озеро. Сад вымерз. В программе развития плодоводства у меня бы его же озеро бы не вымерз. А вы потом поймете, когда прощете мою переписку с этим, с Минсельхозом в Белоруссии. В программе развития плодоводства участвуют более 20 СПК. Лишь 5 из них сейчас занимаются озеро. Вот, там правильно. Можно ли заработать на яблоках? Безусловно. Есть в Бахомском районе филиал местного консервного завода Макрянский. Там в этом году за счет яблок получили, как видим, полмиллиарда рублей. Ну, правда, белорусских, но тоже впечатляет. Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствия Могилевского облсполкома Дмитрий Гнатенко настроен оптимистично. Все погибшие сады мы реанимируем. Ну, ага, сейчас там электричество отключено за долги в конторе. Почему сады они не прижились? Причин несколько. Где-то деревья стали жертвами зимней замыска. А, причину сюда найдем. Как там говорили, вспоминать, в Советском Суде четыре беды. Лето, осень, зима и весна. Вот вам, пожалуйста. Случилось, подводили проектировщики, по предложению которых сады разбивались на почвах, для этого не предназначенных. А что, проектировщики что-то понимают в садах? Боже мой, они могут только начертить. Наконец высаживали не районированные сорта. Вот и получилось, что часть посадок... А где взять районированные, а? Вы знаете, что эти все плодопитомники... А, ну это еще было 10 лет назад. А сейчас еще хуже. И вот. Ситуацию будем исправлять. Возможно, обсудим вопрос на заседание об исполкома. По словам сотрудника КГК, точку... Тут надо было бы КГБ уже привлекать. Вот. Точка в этой истории встать рано. Материалы будут переданы в проклятые органы. Там оценят, как в области распорядились немалыми бюджетными средствами. Советская Белоруссия. Вот. Видите? А я еще сейчас от себя добавлю. Так, теперь. Вот это уже, по-моему, Россия. Сейчас, сейчас, сейчас. Это, возможно, уже Россия. Ну, сейчас давайте так сделаем. Смотрите, а я о чем. Я цепляюсь... Сейчас что хочу сказать. Вот прохранители органов, да? Вот, видите? Материалы будут. Они кого-то посадят. Дело в том, что вот сейчас. Я, допустим. Ну, умею ли я выращивать? А, давайте, так, имею ли я право советы давать. Слушайте, растянем на несколько серий. Итак, вы пока Белоруссия. Сейчас я переписку с белорусами с сельхозом покажу, мою лично. Вот. Но я сразу хочу сказать. И сейчас я вам покажу, что я умею. Так? А потом скажу так. Если меня назначит, ну, представитель колхоза белорусского, так. Вот взял и все. И у меня нет ни сибирских сортобразцов, как у меня есть. Они есть, но представим себе, что откуда там председатель колхоза знает о них, допустим. А ему дали денег, сказали осваивать. У меня бы так же точно провалился, но наполовину. У меня больше было бы живых деревьев и меньше мертвых. Вот. Вы знаете, когда бы где-то я закупил ранированную, не ранированную. Но я бы при посадке уже бы две трети или три четверти бы верхушки. То есть, гроны бы просто отрезал и выкинул костер. Вот. И у меня сразу же шансы бы увеличились. Песчаная почва, ничего, и там бы у меня росли. Ну, это мы проходили, еще, может, будем проходить. Дальше что? Вот. Посадку, как это делают, все принято делать, набивая дерьмом эти самые. Я бы тоже бы не стал делать. В общем, я бы, наверное, смог выросить. Другое дело, что идеально бы не получилось. Почему? Я показывал фильм, и у меня есть статья, где я пригласил, это уже было, поэтому ничего не показываю. Фотографии много. Статья есть, в интернете есть фильм специальный. Вот, меня пригласил хозяин закладного сада, город Абаза, Сибирь, Глухомань, горы. Вот. Вот, накупил дерьмовых саженцев, это, калечил их так, что это, знаете, как их садили? Малюхонькая ямка, там и так корней не было. Я потом их выдергивал, они же умирали, я их выдергивал руками, без лопаты. А у них было, знаете, как, вот вставляли в такую малюхонькую ямку, что корни у них заворачивались вверх. То есть вдавливали в ямку, корни доходят до низу, боковые корни разворачивались и торчали вверх. Надеюсь, вы поняли. Вот. А там, я не думаю, что в Белоруссии, где наемный труд, как-то было по-другому. Вот. Потому что даже это могло быть. В общем, вы поняли. Сейчас я скажу, имели я железо вправо. Вот смотрите. Вот это первое из фотографий, сделанных нормальным цифровым фотоаппаратом. У меня есть еще фотография написана, ретро. То есть про цифры. Но там качества нет. И вот смотрите сюда. Имею ли я право этим заниматься? Вот когда-то я показывал вот эту фотографию. Говорю, что мне вот эта одна моя яблонька заменит сотню колновидных яблонь, на которых яблоки-то всего год-два висят, а потом больше никогда не висят. Потому что колновидные яблоня стало мифом. Занялся я колновидной яблоней. Это я тоже могу, тоже умею. Но на самом деле, это не классические, это уже мои личные, переделанные эти яблони. Вот допустим. Вот это вот, сейчас я лучше другую фотографию покажу. А вот это вот, да. Значит, захотел бы я вырастить смородину тоннами, тоже бы, наверное, смог бы. Тут тоже есть хитрости, о которых я рассказываю уже много лет, но оно никому не надо почему-то. Вот это вот, не просто показываю. Видите линейку? Это значит, что эти абрикосы, линейка особая, специальная. Такой нет ни у кого, только на моих фотографиях, которые мои фотографии воруют. Наворовали уже больше двухсот плодопитомников. Своего ничего не имеют. Вот. Смотрим дальше. Технология. Это вам не перекопка, не уничтожение, дерну, уничтожение, червей, уничтожение моих любимых муравьев. Вот. Никаких извращений. Видите? Вот. Рекорды по колновиткам. Сейчас, пожалуйста. Мировые. А. Вот это нормально. Ну, потом мотоциклисты этот сад сожгли. Вот. До сих пор не знаю, к кому я дорогу перешел. Неужели за то, что когда-то там покосы были, а мне нарезали пять гектар, этот самый, сельхоз. Не знаю. Вот. Умел ли я уже тогда, а это был еще двадцатый век. Еще двадцатый. Умел ли я тогда что-то? А, нет, это фотография 2006 года, 2007. Вот. Умел ли я тогда остатки сада сгоревшего? Ладно. Но умел. Только от пожара не сберег. Вот. Вот. Вот этим фотографиям я хочу доказать, что я имею право одноравных разговаривать. А вообще мне уже, как бы, вот они мои яблоньки и жигулевские. Вот. Вот мои сливки. Не знаю, я все показываю, смысла нет. И я когда побывал в этом саду, в этом, я просто, Москва, это же невероятно, это же знаменитый сад. Я так удивился, ни хрена, ничего, близко нет такого, как в Сибири. У меня, на Урале, у Тинкова, как в Сибири, у этого самого, у Буднера. Но оба уже царствия небесные, и никому не нужны наши оказались. Вот так вот. Вот это ворует. Вот. Сотни этих своровала питомников эту фотографию. Вторая из сотни, или это сотни, вот эту фотографию своровала. Поняли, да? Это я добился успеха у них. Вот. Значит, укоренение. Любые кустарники великолепно укореняются. Ну, никто этим не... Не дай бог вам купить из семечек какой-нибудь кустарник. Вот. Мировой рекорд по колновидным яблоням. Видите? Это вот эта яблонка, вот эта вот слева. Вот этих две, а вторая ни при чем. Она раньше отплодилась. Скажете, выдумал? Не, ребята. Съемка телевидения официальная. Вот. Все на пленке, все заснято. Мои рекорды по колоннам. Это просто для любопытства. Я никогда на них особо не обращал внимания. Вот. И вот, наконец... Вот, наконец... Удивительные клоны, которых не может быть никогда. Видите? Ах, их-то так много, что мне некогда все это вам рассказывать, показывать. Не хочу отвлекаться. Так. Мои друзья, которые сотворили чудо еще раньше меня. Вот они. Тоже науке не нужны. Вот это небольшой дачный сад. Я переехал у него, вернулся. У него уже на острове все было уничтожено пожаром. Оборудование, постройки. Полторы тысячи яблонь. Все эти самые экспериментальные груши. Вишни черные. Фундуки. Абрикосы. Все было уничтожено огнем. А это скромный урожай уже с этого. Ждал этих скупщиков, когда приедут. Вот. Вот так вот, ребята. Много у нас чудеса. Соседский сад. Самый большой урожай, который я видел, я, железа, который многое повидал в жизни. Тут больше сорока ведер абрикосов. Только у меня один манчжорец не уступил ему. А потом на следующий год дерево умерло. Вот где науке-то надо шариться-то, а не заниматься этим бесконечным скрещиванием. Посмотрев все это, мы вернемся сюда. Вот. Посмотрите внимательно. Итак, мы начинаем. Николай. Я потом познакомлю с отписками нашей навыки, которой нахрен ничего не надо. Но перед этим я все-таки надеялся. Это когда они меня послали, так, а на международной конференции отключили микрофон, когда я начал говорить, что все у нас не так, все у нас неправильно. Вот. Ни черта не дали мне сказать. Ни черта. Тогда я, то есть через Путина действовал. Я отправил на его имя, на Путина, книги. Отправил 20 дисков учебных. Отправил диски с избранными статьями. Вся агротехника. Стоило бы только перейти на нее. Вот. Какое уродство то, что сейчас происходит у нас. Получил отписку. И тогда я взял. И то же самое. Опять книги. Опять. Мистер Хоз. То есть опять президент. На этот раз Лавашенко. И вот сижу я. Сейчас закончится эта запись. Она сама отключается. А следующая запись. Пусть будет уже вторая серия. И вот сижу я, пригорюнившись. Вот тут с этой стороны экрана. И думаю. Вот. И думаю, и думаю. Вот как надо с нами. Как с нами работает. Как умно, как грамотно футболят. Лучше, чем наши. Вот. Это я увеличил. Это я просто увеличил. Сейчас все равно запись закончится. И сижу я и думаю. А что дальше? Продолжать этот разговор. Когда-то я прописал бесполезно. Сейчас наступили страшные времена. И вдруг однажды прозвучало. Внимание, ребята. Еще две минуты у меня есть. Значит. В сации ведутся все облевыщи такие. Что больше продовольствия плюс овощи, плюс фрукты. Ну, продовольствие имеется в виду мясные, овощные. В общем, мясные, овощные и фрукты. Все это прекратится. У нас сами не прокормим. Наступит настоящий голод. Мы же не знаем, какие гигантские к нам завозятся и потребляются. А уж про фрукты им же говорить не бесполезно. Сами понимаете. И тогда цены бешеные. И все. И вот сейчас должно быть то, что уже было. И опять был этот самый Медведев. Был Путин. Опять Краснодар. Угостили крупными яблоками. Вот сказали сейчас. Но это то же самое. И опять ни черта не делается. И ни черта. Все это закладка. Все это страшно, что перешли на карликовые подвои. Значит, будем, ребята, получать карликовые вырожаи. Вот так вот. И времена настолько страшные. Недавно пережили. Москва ждала нападения. Двадцать этого. Шестнадцатого позавчера. Февраля. Натурально войну ждали. И не шучу. И вот. Какой тревожный голос был тех, с кем я перезванивался с москвичами. Ужас. Мы-то в Сибири. Мы даже не чихнули. До нас, мол, не долетит. Вот. А я во время вебинара что сказал? Который был победитель. Ребята, ну, стволку покупайте. Мужики, у кого еще нету. Сотню картечин. С картечина можно стрелять. Картечинами-то. Даже зажмурившись не промажете. Из обычного дробового ружья. Воскоствольного. Это раз. Домик деревни. Самый, пусть дешевый. Если денег мало. Самый захудалый деревня. Самый захудалый дом. Но там, возможно, вы спасетесь. И останетесь вы с картошкой, луками, морковкой. На крайний случай. Вот это надо знать. Учите детей всему. Самообороне. Государству не надо. Годы жизни проходят зря в этих школах. Дети только тупеют. Учите сами. Вот это я сказал на вебинаре. Еще буду говорить. Ну вот, в наше время стекло сейчас отключится. Назовем это первое селье. Как назвать критиками сельхоза? Не знаю. Посмотрим. Продолжение следует.